Добрый день. Вспомнили меня коровку из кореновки, мы с вами в тот раз разговаривали. Вы же не представите, на день бывает так долго разговариваю со многими людьми, что у меня уже в голове просто каша. Почитал я решение. Послушайте меня, на самом деле я стараюсь покороче разговаривать, чтобы на часы не разговаривать. Почитал я решение. Из решения я понял, что никаких встречных исков подано не было, правильно? На вот это решение суда встречных не было подано. Писала ходатайство я об истребовании доказательств договора предоставления. Потом возражение писала, что не были предоставлены исковое заявление, копии документов. Что-то там еще не помню прописывал, но у меня там где-то в бумагах лежит. Я понял, понял. Ну смотрите, это все уже не имеет значения. Подача встречного иска это такой способ защиты. Судья, она не может, скажем так, не удовлетворить требования банка, если вы не оспариваете заключение этого договора, предположим. То есть, по идее, вы должны были подать встречный иск и говорить о том, что не заключался такой договор. Соответственно, просить договор признать незаключенным и применить соответствующие последствия незаключенного договора. То есть, сообщить в кредитную историю о том, что договора такого нету, там вот эти все последствия. Понимаете? А вот это я помню, да. Да, с вашей стороны этого нету. Позже я потом почитала, но... Этого не было, да. Просто я подумала изначально... Встречный иск это мы уже потом с вами позже обговорили. До этого просто я писала. Я почему-то подумала, что они должны были... На основании того, что мне документы вот эти исковые заявления не высылали, почему-то подумала, что они должны будут без движения ставить, пока все не дошлет. А они ничего так и не выслали. Ну, вот тут, понимаете, вопрос не в том, чтобы вы подумали, а как по Гражданскому профессиональному кодексу все происходит. Судья вас известила, пригласила на рассмотрение дела, вы не приехали. Дальше суд имеет право рассмотреть дело в отсутствии по имеющимся в деле доказательствам. Ну, так я же все равно ходатайство-то подавала. Почему, допустим, они не истребовали. Они же тоже должны были, мне кажется, это учесть во внимании. Ну, вам же судья в решении ответил. Вы имеете в виду оригиналы договора, правильно? Ну, оригинал, что перечисление денежных средств, там еще что-то я... Ну, что-то не помню, много писала. Ну, то, что касается оригинала. Вот судья вам ссылается на часть вторую статьи 71 Гражданского профессионального кодекса. Она, ну, правильно все делает в том плане, что она обосновывает, почему ей достаточно заверенной копии. Потому что с вашей стороны не заявлялось о том, что это документы подложные, что там не ваша подпись. Понимаете, вот эти процессуальные моменты имеют большое значение. Потому что если сторона не возражает, то предполагается, что как бы она, ну, согласна с теми доводами, которые приводит другая сторона. Но они предоставили заверенную копию договора. Вы говорите, предоставьте оригинал договора. Судья смотрит, ну, ну, а на каком основании вы требуете предоставить оригинал договора? У вас какие-то есть сомнения? Тогда подтвердите ваши сомнения. Сделайте соответствующее заявление о подложности. Значит, покажите другой экземпляр, там, либо еще какую-то информацию. Подставьте под сомнение действительность того договора той копии, который они предоставили. Вот один из способов это заявить о том, что экспертиза, пускай подтвердит, ну, если там живая подпись, да? Ну, у вас, я так понимаю, в электронном виде это все подписывалось. Соответственно, пускай подтвердит данные о том, что этот телефон у вас не находился. На тот момент, когда заключался этот договор. Чтобы банк предоставил информацию в верификации, что именно вы вводили эти циферки из СМС-сообщения. Да, да, это я вот сейчас в вашем деле нашла. Я у вас поэтому хотела, тут где-то даже что-то я тут ваши все дела перераспечатывала, которые вы мне скидывали. Подчеркивала. Это же основной момент, понимаете? Ну и что, что вам телефон принадлежит? Вот тут у меня мой доверитель потерял телефон. Да даже если он его не потерял, а на время он у него выбыл по каким-то причинам. Кому-то отдал, кто-то им воспользовался этим телефоном. Мог просто человек взять телефон, быстренько взять кредит там, то-то, то-то и обратно телефон вернуть. В любом случае банк должен убедиться, что именно тот человек, который ему принадлежит телефон, заключил этот договор займа. Мой доверитель сказал, потерял я этот номер телефона. Он потерял и карточку. Карточка тоже на него была оформлена. Деньги тоже на него поступили, ну на эту карточку. Но доказательств того, что именно он воспользовался этими деньгами, нету. Потому что вы прекрасно знаете, вот есть карточка. Этой карточкой можно легко расплатиться до определенной суммы. В каких-то банках до 1000 рублей без вводов кодов. В каких-то даже 3000 рублей. То есть идешь с карточкой, покупаешь, условно говоря, на 1000 рублей какой-то товар. Не запрашивает ни код, ничего. Многие люди у нас находят карточки и думают, что им повезло. Идут, как бы снимают деньги там, либо расплачиваются этой карточкой и тому подобное. Они не понимают, что они совершают преступление. Это называется кража. То есть они таким способом чужие деньги к себе присваивают. Даже если деньги поступили на счет человеку. Есть доказательства подтверждения, что это его телефон. Это еще не означает то, что именно он взял кредит. Вот у меня сейчас буквально, я вчера выложил ролик. Послушайте, человека как обманули. Слушали, нет? Да, я слушал. Вот, ну вы прекрасно понимаете, что у нас столько кругом людей, которых можно разводить вообще на пустом месте. Они настолько доверчивы. Они сообщают вот эти коды. Из разговора я понял, что банк именно перезванивал, уточнял, что да, ну данные. То есть, понимаете, вот варификация, она может быть разными путями производиться. Предположим, переводится там, условно говоря, один рубль. Это для чего важно? Для того, чтобы банк убедился, что на другой стороне именно тот человек берет деньги. Купить, получить, украсть персональные данные элементарно. То есть, паспортные данные, как человека зовут, номер телефона и все. Да просто вот знакомый там, не знаю, напился, документы оставил, там взял у него телефон на время, все его данные есть, паспорт и все. Онлайн кредит оформил, обратно ему это все подложил. И он даже знать не будет, что на него оформлен кредит. Я много таких случаев знаю, когда девушка дает своему парню карточку, говорит, иди, сними деньги, купи бутылку водки. И он дурачок, идиот, это делает, понимаете. А девушка потом на него пишет заяву за то, что он совершил хищение. Уж не знаю, под каким умыслом она это делает, но сам факт то, что она сначала разрешает, а потом они его садят в тюрьму. И он не может ничего доказать, что он бухло покупал для этой девушки. Вообще, честно говоря, я не слышала такое. А я вам рассказываю реальные истории, потому что я общался с этими людьми. Потому что люди не понимают, что нельзя брать чужую карточку и расплачиваться. Нельзя этого делать. Буду знать, честно говоря, не сталкивался. Ну ты имейте ввиду. Элементарный пример. Едете вы на такси, и у вас нету налички просплатиться. И вам таксист говорит, переведите мне деньги вот на такой-то номер. Ну, вроде без задней мысли вы переводите, правильно? Это читала, а это кредит оформляют, да? Нет, хуже. Вы становитесь спонсором террориста и вас садят на 10 лет. Я и такие случаи знаю. Человек переводит деньги. Ему попросили перевести деньги в оплату каких-то услуг на такой-то счет. Он это сделал. И все, он потом ничего не докажет. У нас есть серьезная уголовная статья. Поэтому человек, когда вот эти вещи совершает, он даже не может ожидать, где он может споткнуться. Поэтому я вот вам советую, если вы, допустим, едете с каким-то незнакомым таксистом, подстрахуйтесь, чтобы не делать такие вещи. Потому что можно потом нарваться на уголовную статью. А вот смотрите, вот вы сейчас вот так вот сказали. Вот, допустим, сейчас же, например, вот этим онлайн-банком, когда оплачиваешь, там же вот есть графа «сообщение». Вот, допустим, если, например, я вот в магазин прихожу, некоторые просят, например, допустим, оплатите, пожалуйста, типа касса не работает, а налички нет. И вот я плачу, я подписываю обязательно вот это сообщение или оно не будет учтено потом в платежах. Ну, допустим, оплата, например, допустим, там, ну, я не знаю, продуктов питания или там еще что-то. Это не будет потом зачитываться? Это обязательно будет зачитываться. Почему? Потому что это именно вы указываете на значение платежа. Я как раз на это обращаю. Никому никогда просто так деньги не переводите. Вот вы, допустим, на Авито, там, условно говоря, что-то покупаете, да, и вам человек говорит, переведите мне денежку там такую-то, ну, предположим, вы там доверяете и там все такое, но все равно вы напишите о том, что за диван, условно говоря, что вы покупаете диван там. Там, допустим, предоплата за диван по объявлению на Авито номер такой-то, понимаете? Чтобы потом, в случае чего, взыскать эти деньги обратно. Потому что, если вы эту формулировку не сделаете, то вы потом деньги не вернете, потому что, ну, это может вы подарили, подарок, все что угодно. Платите кому-то деньги, соответственно, указываете для чего, почему вы эти деньги платите. И тогда, таким образом, вы завязываете человека, который получил деньги, на то, что он должен эти деньги, условно говоря, отработать, если работы выполняет, либо предоставить какой-то товар, если там за товар вы платите. Это очень важно, как бы, я думаю, это полезно будет, такую информацию знать, что всегда на лучше платеж название указывает. Да, в принципе, всегда я делаю. Ну, я тоже стараюсь делать, но не всегда, понятно, я себя человеку доверяю, да. Почему многие просят, чтобы так не делать? Почему? Потому что налоговая будет расценивать это не как дар, какая-то помощь, на которой налоги не начисляются, а как оказание услуг. Да, и, соответственно, ему с этой суммы придется заплатить налоги. То есть, если он получил за ремонт квартиры 100 тысяч, естественно, с него с этой суммы нужно заплатить налоги. А если он просто получил 100 тысяч, он в случае чего налоговая придется проверка, он скажет, да, это мне знакомые деньги, там, долг вернул. Нужно понимать вообще, с кем вы имеете дело. Если вы впервые связываетесь с незнакомым человеком, конечно, лучше это писать. Встречный иск заявлен не был, вы в суде не присутствовали, а это ваше право. Вы этим правом не воспользовались. И сейчас в областном суде говорить о том, что, а вот мне там копию искового заявления не прислали, или еще там что-то. Но это смешно, потому что вы же повестку получали, наверняка в материалах дела есть доказательства, подтверждающие, что вас приглашали в судебное заседание, ну и так далее. То есть, ну, не прокатит этот довод. То, что вы напишете, я не знал о том, что можно было подавать встречное исковое заявление. Ну, они скажут, ну, не знали, не знали и что-то. У нас 99% населения не знают своих прав и обязанностей. Вы вправе были обратиться за юридическую помощь к специалисту, подготовить исковое заявление, представлять свои интересы через представителя и так далее, и так далее. То есть, это тоже все не прокатит. Это все как бы не то. Ну, в данном случае можно, конечно, подать, но вероятность, на мой взгляд, меньше 1%. Потому что суды и апелляционные инстанции, они, как правило, когда видят такие решения, они не вдаются ни в какие подробности, они просто оставляют в силе, да и все. У нас сейчас другое дело рассматривается судьей. Но судья, она столько не верит в нашу, скажем так, порядочность, она по собственной инициативе роет землю. То есть, мы предоставили суд решение суда по аналогичному делу, которое мы выиграли, говорим о том, что у нас в этот период телефон был утерян, там то-то, то-то, то-то. Но она смотрит на нас, и я просто вижу, что она прям за банк пятую точку рвет, понимаете? Она по собственной инициативе запрашивает, по собственной инициативе запрашивает документы от операторов связи, там, 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 там. То есть, явную проявляет заинтересованность в исходе дела, просто явную. Я делаю замечания, ей плевать на это, понимаете? Документы не пришли, которые она сама запрашивала. Банк не просил, даже не ходатайствовал об этом. Документы не пришли. Она такая, так, дело откладывается, потому что документы не пришли. А то, что это судебные расходы, каждая моя явка судебных заседаний, это увеличиваются судебные расходы. То есть, ей плевать, а то она сделала по собственной инициативе запрос. Ей не предоставили документы. Она говорит, нет, будем все равно дожидаться этих документов. Отложить дело. И плевать на возражение, что мы наставили, давайте рассматривать дело по имеющимся в деле доказательствам. То есть, она хочет доказать, что на тот момент, когда брался кредит, что якобы телефон находился у моего доверителя. Ну, она потому что сделала вплоть до того, что детализацию телефонных разговоров. Представляете? А что, так можно? Так она по собственной инициативе это делает, понимаете? Она не понимает саму абсурдность. Ну, предположим, там будут какие-то звонки с этого номера на такой-то номер, предположим. Ну, и что это доказывает? Даже теоретически, если предположить, что там был звонок с этого номера ко мне. То есть, можно предположить какую-то взаимосвязь между абонентами, кто разговаривал по этому телефону. Всегда могу сказать, ну да, возможно, мне кто-то звонил на мой номер. Но это мог быть человек, который нашел этот номер телефона и просто перезванивал, чтобы получить в ответ, ну, деньги, там, за возврат этого телефона, там, или еще что-то. То есть, здесь уже, если и запрашивать, то нужно запрашивать именно прям запись телефонных разговоров. А разве такое может, что записываются у нас разве разговоры? Ну, вообще должны записываться. Они, по-моему, полгода хранятся, а потом удаляются. Я к чему это говорю? К тому, что, когда судьи заинтересованы, они по собственной инициативе даже вот до такого доходят, до такого маразма. То есть, они начинают проводить чуть ли не следственные действия, розыск чего-то там делать, просто делать сумасшедшие запросы. Это, на мой взгляд, это беспредел. Когда у нас есть понятие состязательности, равноправия сторон. Я вот просто не помню ни одного дела, в котором бы я, допустим, что-то бы не сделал. И в моих интересах судья бы начал какие-то документы запрашивать, там, причем очень сильно настойчиво и так далее. Нет, они всегда ссылаются, что 56-я статья Гражданского пациентального кодекса. Вы должны доказать. Вы не доказали, все, до свидания. А тут что-то прям забанковский просто жестит. Ну, так они всегда на их стороны встают. У нас вот то же самое здесь все. Так еще и он не должен даже открыть. Вот этих судей за такое поведение нужно увольнять. Когда будут судебные заседания, я их буду просто прямо в лоб ей говорить под аудио, под видеозапись и показывать в интернете, как она себя ведет. Но это непорядочно, просто непорядочно проявлять в открытую, в наглую такую заинтересованность. Я уж не знаю, в чем это заинтересованность. В материальном каком-то плане со стороны банка. Либо это просто желание, у него там какие-то ложные представления о справедливости, что нужно обязательно нагнуть заемщика там или того, кого обвиняют, что взял кредит там или заем. Я не понимаю, что ею движет, что движет вот этим человеком, что. Я думаю, что, конечно, деньги движут ей, наверное, скорее всего получают от этих банков. Ну там, понимаете, там даже не банк, там тоже самое онлайн какой-то заем был оформлен на моего доверителя. То есть там какая-то мелкая организация, там сошка. Я сомневаюсь, что там кто-то ей какие-то бабки запашлял. Просто это вот их искаженное поведение, искаженное чувство справедливости в кавычках. Я не знаю, что, почему они себя так ведут. Они себя, наверное, чувствуют в какой-то касте, что вот мы должны, мы команда, мы должны гнобить население, мы должны их уничтожать. Вот мы, нас мало, но мы сильнее. У нас оружие, власть, прокуроры, судьи, менты, коммерсанты вот эти вот все. Вот мы типа, нас мало, но мы сильнее. А все остальное, это нели, чели, там мы их будем гнобить. Даже не брал кредит, похерен, будем все равно доказывать, что он брал кредит. Ну вот такое вот у нас в стране происходит. Я не знаю, почему это, не знаю. Я считаю, что вот этих судей нужно меня. Поэтому получится, как говорится, до последнего вот это вот все доводить. Мне уже интересно, ну думаю, ладно, я говорю, доверителю Денису, говорю, Денис, давай посмотрим. Блин, ну меня просто интересно, до какой степени она будет копать? Дойдет она до изъятия записи телефонового разговора или нет? И извиняюсь за выражение, когда она уже и здесь обосрется, что явно, блядь, она не наковыряет ни на чего. Посмотрим, какое она вынесет решение. Ну, допустим, к вам-то понятно, что такое предвзятое отношение, естественно, допустим, вы им поперек горла, как кость поперек горла у них понятно, что стоите. Естественно, они там при виде, что вот вы туда пришли в этот суд, естественно, их начинает так же трясти и такой же там испытывают к вам какую-то ненависть, что вот надо ему там доказать, что я там вот этим, вот этим буду крыть. Просто у них не получается, вот поэтому, допустим, больше негатива они в вашу сторону и бросают это все, и понятно, что тут не понимать. Да они сами себя подставляют. Был бы другой человек на вашем месте, может быть, и, конечно, там, что-то какие-то, допустим, попущения бы были, а естественно, что вас увидели, понятно, что... Ну, это ваше такое предположение, многие тоже так думают. Я могу где-то отчасти согласиться, но это, понимаете, это большая с их стороны глупость начинать со мной конфликтовать. Это, ну, глупость, потому что я по большому счету не теряю ничего. Репутационно теряют только они. Они меня в итоге своими действиями неграмотными раскручивают, так называемый хайп создают. Я показываю их дебилизм, я выкладываю это в социальные сети, и люди говорят о том, что, и пишут в комментариях, что это за судья, что это за сотрудник полиции, там... Вот это-то их бесит. Вот это их бесит. Так ведите себя адекватно хотя бы, хотя бы внешне адекватно себя ведите. Внутри можете думать все, что угодно, ненавидеть там гадкие решения писать. Ну, внешне хотя бы себя ведите, ну, нормально. Ну, нельзя делать то, что вот я вам сейчас рассказал. Нельзя делать. Где принцип состязательности? Ну, понимаете, по-человечески нельзя. Ну, люди так привыкли, они так устроены, тем более это судьи. Так это не по-человечески, это по закону. Понимаете, если б я говорил о каких-то там моральных моментах, это одна ситуация. Я говорю, с точки зрения законодательства, судья не имеет права, это запрещено им так себя вести. Это на уровне закона. Сейчас вот посмотрите, половина вон психушки закрывают, кого-то сажают неправомерно. Вот тоже этот судья краснодарский, ой, бывший судья, забыла, как его фамилия, вот тоже за ним слежу. Он уже, считай, сколько сидит-то? Вообще ему взятку вменяют, который он даже близко дело не принимал, что никакие взятки не брал, все доказательства, он не выпускает все. Уже общественность, везде все вмешались. Судья-то вот бывший, которые за счет него там вот судьи-то полетели, по-моему, в Ростовской области, что ли, я читала, не помню. А, я понял, пока вы уговорите. Я понял, понял. Потом адвокатом-то стал. Ой, такой грамотный вообще. И вот ничего же сделать не может. Он же вот насколько вот у него и речь поставлена, и вот все он прям вот знает все от и до. Я вот его судебные вот эти все заседания просматриваю. У нас даже здесь вот в Краснодаре еще где-то там онлайн вот велось вот это вот. Сколько и люди приезжали за него хлопочут все. Тут вообще кипиш не знаю какой поднялся. И никто ничего сделать не может. Ну вот потому что такой вот у нас, как говорится, мир вот так устроен. Хотят вот себя королями мнить. Вот их сейчас понятно дело, что потихоньку-потихоньку люди-то в грязь окунают, но им вот это как бы не нравится. Да, да, это бывший судья Дмитрий Новиков. Да, 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 Дмитрий Новиков. Я прям восхищена, конечно, им настолько грамотный. Ну, молодец он, молодец. Он просто почему его хотят убрать? Он очень много знает. И они хотят не просто его убрать. Понимаете, всегда проще убить человека и все. Но они хотят таким способом ему чего-то доказать. Показать, что мы настолько сильны, что то, что ты говоришь, мы ничего не боимся. Это демонстративная попытка показать, что вы не выступаете. Вы смотрите, что мы можем делать. Понимаете? Вот на мой взгляд, наша сегодняшняя действительность такова, что кто у власти сейчас находится, они до такой степени оборзели, что они, ну, то ли от страша, то ли понимают, что если они потеряют власть, их просто там кого расстреляют, кого там камнями забьют, кого просто, ну, они в живых не останутся. Они это понимают. И поэтому у них выхода нет. Они идут по принципу такому, что они будут уже творить беспредел, и ничто их не остановит. Потому что это уже, это вопрос не о том справедливо, не справедливо, это вопрос их выживания. Потому что как только меняется власть, поверьте, если она меняется власть на противоположную, они все сядут в тюрьму, те, кто доживет до этой тюрьмы. Поверьте, найдется очень много людей, которые просто их достанут из своих теплых кроваток, вытащат на площадь и забьют камнями. Очень много таких людей будет. Потому что когда толпа начинает сходить с ума, толпу остановить невозможно. И искать там виноватых, кто там совершил какое-то убийство, это будет массовое убийство, понимаете? Вот этих вот нынешних судей, прокуроров, ментов и тому подобное. И они это прекрасно понимают на подсознательном уровне, на генетическом. Они боятся нас на такой степени. Почему, вы думаете, они запрещают нам производить видеофиксацию? Вот только из-за этого, то, что их преступления вылезают на экран, а это все след, понимаете? Это приговор. Вот любое решение судей, которое попало в интернет, это приговор, если оно незаконное, за которое ей рано или поздно придется заплатить. И приговор будет приведен, ну, допустим, не нами, там, нашими детьми, там, внуками, не важно. Может быть даже не к этой судье, там, к ее детям. Они все равно расплатятся за эти похабные решения, понимаете? Вот это абсурд. Вот у меня недавно дело вот рассматривалось. Но абсурдное решение при очевидном нарушении норм права, просто очевидном. Я в самой жалобе пишу, говорю о том, что судья совершила преступление. Конкретно обвиняю судью в совершении преступления в связи с вынесением заведомо неправосудного постановления. Есть вещи, которые можно, так сказать, поставить под сомнение, поспорить. Но когда, допустим, протокол в отношении меня составлялся в мое отсутствие, и судья в своем постановлении пишет, что я получил извещение на составление протокола после составления протокола, и в то же время она пишет, что надлежащим образом был извещен. Ну это что у человека должно быть в мозгах? Говно! И человек, который вот это все рассматривает, что у него должно быть в мозгах, чтобы вот это все расценить? Понятно, что они там начинают фабриковать о том, что ко мне кто-то там приходил, но я не открыл дверь, чтобы мне вручить там какую-то оповестку или еще что-то. Да вы чего херней занимаетесь? Есть соответствующий порядок. Если вам дверь не открыли, вы этот порядок знаете. Направляйте заказным письмом, как угодно. Ну как это положено? Так, чтобы в случае, если я не пришел на почту, не получил конверт этот с этим извещением, чтобы они на законных основаниях составили этот протокол. А не так, что какие-то заинтересованные приставы, которые в интернете обнаружили какой-то видеоролик, составили какой-то акт, который вообще не предусмотрен нормами Коап, что-то там насочиняли, придумали. И все это прокатывает. Вы понимаете, что у нас происходит? Человек абсолютно невиновен. Я не производил видеофиксацию, у меня в руках ничего не было. Судья мне не делал никаких распоряжений, чтобы я там не выполнял, отказывался бы выполнить. Понимаете? И все равно я виноват. И все равно я виноват, потому что в интернете появился ролик. Ролик может появиться на основании чего угодно. Ну, слушатель снял, передал мне видеозапись. Я ее разместил. Мне никто не может запретить размещать видеозаписи, сделанные другими лицами. Даже сделанные в судебном заседании при запрете ведения видеофиксации. Ну, вот у меня в самом судебном заседании я в суде четко донес свою позицию, что даже если я знал, что слушатель искусственно включил телефон, заснял при запрете, я умышленно разместил вот эту запись, которая была запрещена. Я не являюсь ответственным лицом. Да, я мог подстрекать, я мог попросить слушателя заснять это все дело, если мне, допустим, будут запрещать, у меня там отберут телефон и тому подобное. Но в любом случае КОАП не предусматривает такое понятие, как соучастие. Отвечать должен только тот человек, который совершил это действие. Предположим, с точки зрения уголовного права я подстрекатель, или какой-то там организатор какого-нибудь нехорошего действия. Но ответственности я нести не могу. Это вещи, которые судьи все прекрасно знают. Но они все равно выносят абсурдные решения с точки зрения законодательства, незаконные. Мне штраф вот этот в 500 рублей, мне смешно. Дело здесь не в 500 рублей, а в том, чтобы вот это вот говно людям показать. Я вот в воскресенье по этому поводу хочу даже стрим провести. Просто рассказать, почему судья выносит такие решения. В чем она не права с точки зрения законодательства. И потом, естественно, это передать суд к ассоциальной инстанции, чтобы он рассмотрел это дело, дал свою оценку. Нужно будет до Верховного суда, значит, подам. Ну, потому что так не должно быть. Если я в руках ничего не держу, если видеозапись, которая идет, я сам попадаю в эту запись, кто-то снимает со стороны. Даже, предположим, на мой телефон. Даже, даже, предположим, что на мой телефон. Но вопрос, кто это делает. Это же делаю явно не я. Ну, наказать нужно меня. Потому что понятно, что виноват всегда будет гражданин Мамаев. Потому что очень хочется, да? Ну, да, да, да. Так я же говорю, я же когда этот масочный режим был, вокруг люди стояли без масок. Но всегда паковали только меня. Все претензии только ко мне, понимаете? Всех никого не было интересно. Все люди, вот, вместе со мной брали этот товар, предъявляли его на кассу без масок. Им отказывались. Все, дальше у нас сотрудники полиции меня лично одного увозили. А все остальные так и уходили без масок, с товаром неоплаченным. Всем было насрать. Потому что волновал их только один человек. Потому что все прекрасно понимали, что вот эту всю бучу, которая происходила, организовал именно я. Пытаясь меня пресечь каким-то образом, таким образом, соответственно, запугать всех остальных. Но здесь, на мой взгляд, они сделали большую ошибку. Потому что меня было запугать невозможно, ну, это остановить. А если бы они делали от обратного, то есть, если бы они начали не меня прессовать, а тех, кто был со мной, у них бы было больше результата. Потому что люди бы стали бояться со мной участвовать в этих, скажем так, акциях. А когда они видят, что, что бы мы не делали все вместе, да, отвечает все равно Мамаев. Потому что к ним претензий, в принципе, нету. Читаю за вот эти штрафы, что они потом, вроде бы, как сами все это поотменяли. Повысылали всем, ну, кого штрафовали, у кого судебные приказы висели. Я читала то, что якобы они потом сами высылали, что эти судебные приказы отменяли. Это наглая ложь, это наглая пропаганда, это наглое вранье. Нет, нет, это все неправда. Да, это писали вот эти пропагандоны, я их так буду называть, которые просто, ну, решили пиариться на этом деле. Да, это было только в Москве и только по тем протоколам, которые были составлены не сотрудниками полиции. Ну, то есть, вот эти протоколы могут составлять, ну, там определенно есть перечень. Каждый регион утверждает этот перечень. Вот, допустим, наш Чибис издал там свое постановление номер 72 ПГ. Там прописаны, какие должностные лица, помимо ментов, должны составлять эти протоколы. Понятно, что у нас в основном менты составляли по этим маскам. Соответственно, все, что составляли менты, эти протоколы и эти дела не отменялись, никому ничего не возвращались. То есть, первый момент, это было только в Москве. И второй момент, это было только по тем протоколам, которые были составлены не сотрудниками полиции. Потому что в Москве много таких было. Там, допустим, в метро вот эти вот охранники, или там, как их назвать, я не знаю, там, вот эта, их там, служба там какая-то, которая в метро стоит. То есть, они же там, людей прямо вот клепали, то есть, они вот это все, ну, видеороликов очень много в интернете. Да, у нас тут тоже вот облава была. У нас тут вообще вот этот губернатор, у него, видимо, крыша совсем больше всех ехала. Так он у нас тут вообще что сочинял? Что нужно было ехать в администрацию, сначала записываться, потом выписывать пропуск, чтобы заезжать в город. Везде постов наставили, и вот такие вот длинненькие, такие бумажечки, на ней пропуск написано, жёлтенькие подписаны администрация, что ты не больной, и что поэтому можешь в город заезжать. Ну, вообще, полный вообще беспредел был. Это у нас вот так вот здесь было, в Краснодаре. Ну, понятно. Ну, понимаете, самое интересное, что это вернется все. Это вернется, это все повторится. Это повторится. Люди не смогут как-то этому противостоять. Почему не смогут? Потому что это не люди. Вот то, что я видел на протяжении вот этих полутора-двух лет с этим баронобесием, это не люди. Я не могу назвать эту биомассу людьми. Это сколько-то населения, с которым можно делать все, что хочешь. Мало того, что делать все, что хочешь, так они до какой степени зомбированы, начинают что-то объяснять. Такое ощущение, как будто тебе сейчас все волосы вырвут, что нет. Всё, вот сейчас вот тоже вот у нас, допустим, что вот по этой короне тоже сколько со всеми ходило. А я сейчас вот, честно говоря, даже вот никому ничего не доказываю. Что ты думаешь? Думай, твоё дело. Твоё право, твой организм. Хочешь, иди, колись. Так у нас тут такая медик хорошая, такая, ну, во всяком случае, мне вот она очень прям понравилась. Здесь вот сейчас вот она временно подменяется. Стали с ней насчёт прививок разговаривать. Всё подряд себя колет, чтобы ничем не заразиться. Видно, что у человека высшее образование, вроде грамотный специалист. Да я бы, я вот, честно говоря, вот если бы я раньше там, как говорится, заду наперёд вот это всё было, мне кажется, я бы даже ребёнку своему вообще бы с детства прививки никакие не ставила. Когда вот сейчас вот это вот стало везде всё всплывать, вот это когда есть возможность что-то почитать и знакомиться с какими-то там вот этими документами и что на что влияет. А это коронавирус, кажется, никого ничему не научил. Они как были, вот половина дурачков, они так же и пойдут. У нас вот сейчас уже пишут объявления, везде в группы скидывают, что началась вакцинация. Так у нас тут уже даже спрашивают, когда можно прийти, со скольки до скольки. Ну а о чём с этими людьми можно разговаривать? Так я про это и говорю, что это не люди, это не люди. Ага. Вы понимаете, вот я выложил вот буквально... Они вот верят, их не убедить, они верят. Да не верят они, не верят, они не верят, это дебилы, это дегенераты, понимаете? Я вот в суде, был в суде, заходит молодой парень, блядь, я этот ролик выложил там маленький короткий сделал. Заходит, сука, у него маска висит на подбородке, понимаете? Я не выдержал, я у него задаю вопрос, что у тебя, блядь, на лице? Он на меня такой удивленными глазами смотрит, маска, говорит, маска, блядь. Как будто я дурак, блядь, а он, сука, умный. Одел себе маску на подбородок, рот, блядь, открыт, нос открыт. Ну понял, что, как говорится, я с ним разговариваю, такой раз, сразу маску натянул себе на лицо. Я говорю, я хочу с тобой поговорить, зачем ты носишь? И он начинает говорить, вот я, типа, утром встал, у меня горло болит, а вдруг, чтобы вас не беспокоить, типа, блядь. Я ему говорю, ты что, о нас заботишься, что ли, понимаете? Вот это быдло, это молодой парень. Не знаю, там ему лет 20 с чем-то, наверное. Какое будущее мы можем строить с этим человеком? Он вот стоит там, разговаривает с работником суда, и такой, с претензиями, типа, да я откуда знаю, какое там решение, я в этом не разбираюсь, это как бы, юристы пускай разбираются. То есть, он молодой, не разбирается. То есть, он не разбирается ни в законах. Что колоть в жопу себе, что не колоть, понимаете? Ему завтра пропишут, там, блядь, клизму ставить. Он будет ее ставить. Готовьтесь, эти бараны будут к нам стучаться и будут нас, блядь, силой колоть и тому подобное. Я единственное знаю, что я себе не позволю, я нахуй буду бошки отрывать. Просто буду нахуй бошки отрывать. Любому. И эти суки пускай боятся меня и других людей. Вот кто придет ко мне, блядь, маску на меня одеть, либо укол сделать, это будет последний мой бой, блядь. Я нахуй, блядь, на тот свет отправлю, блядь, любого. Любую мразь. Правильно, полностью поддерживаю. А вот это быдло, которое... Поэтому я почему с ними так разговариваю? Мне их нечего бояться. Эти суки настолько трусливы. Они боятся всего. Они боятся моего тона голоса. Моего взгляда боятся. Они только могут в комментариях кричать, какие они смелые, либо в толпе там какие-то. Но мне достаточно на них просто посмотреть. Они ссаться начнут. Потому что они знают, что я их не боюсь. Если они захотят со мной чем-то там помериться, ну пускай попробуют. Я не собираюсь с ними там драться и тому подобное. Но я себя в обиду не дам. Если надо будет умереть, я это сделаю без проблем. Но я эту суку с собой заберу. Ну по крайней мере попытаюсь это сделать. И вот я надеюсь, чтобы люди себя велись точно так же. Вот эти пять процентов, которые боролись против масочного режима. Чтобы они не хуйнёй занимались. Пытаться вот этим баранам на кассах объяснить, что это делать нехорошо и тому подобное. А защищать себя другими способами. Если на тебя кто-то не так что-то сделал, так сделайте в ответ так, чтобы эта сука башка просто отлетела на хуй блять. Наконец-то хоть кто-то сказал мне такие слова. Да что здесь говорить, это по-моему очевидно. Это блять до последнего люди боятся чего-то. Чего вы боитесь? К вам приходят, к вам домой приходят вас убивать, а вы блять чего-то боитесь блять. Вам говорят идите в газовую камеру, вы идёте блять в газовую камеру. Я ничего не надела. Сколько вот у меня если было вот скандалов в магазинах, я просто бросала всё и уходила. Полную тележку бросала там с продуктами и уходила. Ну в основном многие допустим кто меня знает, они меня и без маски обслуживали, ничего такого не было. Если люди нормальные, они себя ведут адекватно, просто не лезет прямым текстом в эту залупу, понимаете. Они не лезут в эту херню. Этот кондукторша, она не строит из себя, я не знаю там правоохранителя охрененного, она не устраивает скандал в троллейбусе, не останавливает троллейбус, там вот это людей не настраивает. Она просто тихонечко отходит в сторону и делает вид, что не видела. Точно так же себя ведут полицейские нормальные. Они не устраивают скандал, то же самое на кассах себя ведут другие кассиры нормально. А если есть там какой-то дебил, руководитель магазина, то нормальные, на мой взгляд, работники магазина устраивают этому директорше тёмную блять мешок на голову и пизды дают такой, что она сука либо увольняется, либо потом даже не заикается о том, что если ты обслуживаешь покупателя без маски, я там тебе премию решу, понимаете. Вот нормальные люди делают так. А трусы и быдло, которое у нас живёт в нашей стране, делают вот таким образом. Они превращаются в тех же самых исполнителей, гестаповцев. Ну да, это точно. Я во многих магазинах до руководства, до работников магазина доводил эту политику. Не надо выёбываться на кассе. Молча взяла деньги, пробила и всё. Рассчиталось, человек ушёл. Если ты боишься, что он там кого-то заразит, он ничем не болеет. Всё, он на минутку зашёл в магазин, там водички купить, там ещё что-то. И ты начинаешь перед нём выябываться. Так ты сделай так, чтобы человек как можно быстрее ушёл из магазина, а не задерживая его со своими скандалами и тому подобное, требованием купи маску там, либо ещё что-то сделать. Я жду этого момента, когда будет власть меняться. Запомните, суки, ни одна мразь не уйдёт от ответственности. Не одна. Ну вот, надеюсь бы, дожить бы до этого времени. Доживём. Не мы так доживём, доживём, доживут наши дети. Ну не знаю, сейчас глядя на то, что везде в школах всё это вводят, не знаю, как их сейчас там зомбировать везде, со всех сторон начнут. Вы понимаете, что это нужно, чтобы так было? Человек понимает, что так делать не надо, только когда он наступает на грабли, на своих ошибках. Человеку, которому вот в разговоре говорю, что это для тебя маленький урок, сто восемь тысяч, ты ещё не прочувствовал. Вот когда ты окажешься на теплотрассе, когда ты через себя пропустишь то, что вот с тобой сделали, вот только тогда ты поймёшь, вот тогда у тебя на генетическом уровне будет протест. Пока ты этого не получил, ты будешь сидеть на диванчике, смотреть телевизор, вот это всё поддерживать, там ручку поднимать, там возмущаться, там тихо у себя на кухонке и тому подобное. До поры до времени, ну как только тебя уже раком поднимут, ты конечно будешь защищаться. И нужно, нужно нашему населению, чтобы нас нахуй начали расстреливать. Сейчас идёт всё потихоньку, но надо, чтобы это было именно срыв резьбы. Я жду этого момента, я жду, когда, сука, каждому придут в квартиру и начнут просто колбу приставлять пистолет и хуячить прям в коридоре. Вот тогда, может быть, они подумают, что нужно в руки что-то взять, что нужно что-то делать, блядь, не сидеть в своих норах, блядь. Так вот это-то и бесит. Вроде стараешься что-то сделать, а... Не надо стараться, не надо. Я, понимаете, не надо. Я двумя руками за, за то, что вот это вот то, что сейчас происходит, я за руками, чтобы вот эта часть населения, на мой взгляд, вот это быдло должно быть уничтожено. Пускай это звучит с моих слов очень, как бы, ну, неправильно, но я другого пути не вижу. Я не вижу пути переделать алкоголика, наркомана, у которого уже атрофирован мозг, который вот совершает определённые вещи и который будет меня убивать, будет убивать моих детей и тому подобное. Я не вижу другого способа, как его уничтожить. Я не знаю, кто это задумал, кто эту вакцинацию, дебилизацию, кто это... Инопланетяне, возможно. Я не знаю, кто это задумал, но кто-то это делает, и он очень умный. Он просто берёт и вырезает под корень определённое количество людей. Поверьте, там не самые лучшие люди. Не самый хороший человек себя колет эту херню, эксперименты устраивает. Не самый лучший человек идёт убивать там своего друга, там, родственника, знакомого. Думаю, вы догадываетесь, о чём я говорю. Ну вот у меня тоже, например, что далеко ходить. Вот у меня у матери был инсульт, мы скорую вызывали. По идее, её надо было в больницу везти из-за того, что прививка у неё не была сделана, её не повезли. А оказалось всё-таки по итогу, что действительно и был инсульт. Ну, правда, я потом вплатно её повела, и мы потеряли время. И получилось, половина у неё отказала. Но сейчас вот что могли, конечно, разработали. Ну вот рука, например, вообще у неё сейчас так и не работает. Нога немножко отошла, но как бы сама как раньше-то ходить, естественно, она уже не может. А всё вот из-за вот этого всего. То, что прививки нет, они не имеют права её везти. Но вот на тот момент тоже, как говорится, надо было как-то, я не знаю, что-то где-то читать, как-то настоять или ещё что-то. Вот не знаю, то же самое вот с одной стороны. Я сейчас скажу такую вещь, которая не есть хорошая. Надо было делать по-другому. Вот я как привёл пример с магазином, как нужно было поступать с директором, который творил такое безобразие в отношении своих работников. Ведь они, когда вот это всё говорят, они не ссылаются на нормы права, потому что их нет. Те, кто вверху сидит, они там не дураки, они не издают такие нормы права, чтобы потом не отвечать. Эти так называемые нормы права вам в зомбоящики диктуют и это втирают. В каких-то письмах и тому подобное никем не подписаны. Просто идёт какой-то сброс какой-то информации, и вот это быдло, оно это подхватывает и начинает это транслировать другим. Понимаете? На самом деле этого нету. Так вот, для того, чтобы человеку объяснить другую точку зрения, ему нужно донести таким образом, чтобы он это понял. Вот эти люди, они не понимают русского языка, они не понимают точки зрения законодательства. У них нет законов, у них есть вот понятие пропаганда, то, что им внушают, как бы начальник сказал, и всё, как говорится, под козырёк мы должны выполнять. Так вот, с такими людьми нужно по-другому себя вести. Вот вы пострадали, то есть у вас есть моральное право, глаз за глаз, зуб за зуб, отомстить этой мрази, которая остановила, допустим, маршрутку или ещё что-то, или выкинула человека из троллейбуса, из автобуса за то, что он без маски. Надо эту мразь поймать. Поймать надо эту мразь. И наказать. Не буду говорить, как наказать, но её нужно наказать. Чтобы она либо уволилась, либо на такой степени боялась, чтобы она не повторила этого. А если она это ещё раз повторит, наказание должно быть такое, ну, которое уже поставит точку, не буду говорить, какое. Только таким путём можно что-то достичь, потому что, если мы будем роптать, какое-то быдло будет мне бить по щеке и говорить так, что он имеет на это право, а я буду в ответ говорить, ой, не бейте меня, ой, не надо, ой, я исправлюсь, вы неправильно понимаете. Так не должно быть. Я в ответ должен ему разъебать еблище до такой степени, чтобы окружающие это видели. И когда я пойду, перешагивая через этот труп, просто по сторонам расходились и в спину мне аплодировали. Вот только так, понимаете. Я аллегориями сейчас говорю, непрямым текстом, но поймите, это должно быть именно так. Почему я себя вот веду так агрессивно в магазинах и тому подобное? Я прямо людям говорю, что это моя защита. Я должен так себя вести, потому что, если я буду подставлять свою вторую щеку, да меня забьют просто, просто меня закидают. Это быдло баранов. Но как только я проявляю агрессию в магазине, там вот это всё, все стоят, глаза выпучили и боятся, трясутся от страха. Если там кто-то начнёт что-то вякать, я в ответ проявляю агрессию, он всё, он убегает, прячется из магазина, понимаете. Не важно, кто охранник там. Я просто жду, жду, когда вот этот смельчак найдётся, который подойдёт и начнёт меня пиздить, понимаете. За то, что я думаю иначе, за то, что я себя веду таким образом, транслирую какие-то там свои мысли на канале своём ютубе. Я хочу этого увидеть, этого смельчака, который сдохнет, блядь, от моего, от моей реакции. Возможно, я сяду после этого. Возможно, я в живых не останусь. Но я останусь человеком. И каждый человек, который считает себя человеком, должен примерно так думать и так поступать. Но нельзя позволять с собой творить всё, что им угодно. Причём это делать руками ублюдков, которые не заслужили, чтобы вообще со мной даже рядом стоять, со мной разговаривать. Недоноски недодуманные, недоразвитые. Он кроме как бухать и выполнять тупые приказы, ничего не умеет и в жизни ничего не делал никогда. Да, всё делается с нашего молчаливого согласия. Народ молчит. Так всё и происходит. Не надо думать за народ. Нет у нас народа и никогда не было. Есть люди, которые ведут стадо. Понимаете? Почему в городе Мурманске, вот я в Мурманске нахожусь, почему такой человек только один? Хищники ходят по одному. Смотрите. Да, 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 мне тут сейчас звонок просто отбил. Смотрите. Дело в том, что не надо много людей, которые будут себя вести примерно как я рассказываю. Не надо много людей. Такого быть в принципе не может. Потому что люди по натуре очень трусливые. Они всегда будут искать, кто за них что будет делать. Ну то есть принцип есть вожак, он должен всё делать. Ну в каждом городе, в каждом регионе есть такие люди. Надо просто их чем-то как-то поддерживать и всё. И не бояться самим становиться этими людьми. Ничего в этом страшного нету, если вы чувствуете в себе, что вот вам неприемлемо то, что сейчас происходит. Соответственно, но не бойтесь. Чего бояться? Это я не могу понять, чего бояться, кого бояться, чего бояться. Согласна. Владимир, а вот ещё, между прочим, сейчас вот это рядышком, тут вот у меня бумажулька одна лежит. Хотела вот у вас спросить. Вот я вот сейчас вот переживаю, может, что подскажете, посоветуете уложить. Как говорится, в разных сферах. Вот сына у меня, получается, сейчас вызывают на комиссию 18 лет. На военкомат на комиссию. Я вот в прошлый раз с ним ходила. Но, правда, пришлось мне там такой скандал зачинить, чтобы меня пропустили. Они вот, ну, где-то тут у меня даже от них ответ валяется, что якобы они сейчас тут себя возомнили министерством обороны. Что якобы они имеют полное право, как бы, меня не пропускать с ребёнком. Ну, то, что он, как бы, типа, ему уже 18 лет вот только исполнилось. И что сразу вот надо прям срочно комиссию проходить. Так-то он у меня, в принципе, на учёте стоит. Мои вот эти все бумажки-то по врачам я прошла, сделала. Вот сейчас вот переживаю. Я понял вас, о чём вы говорите, я понял. Смотрите, вот я отношусь ко всему вот этому, к законам, якобы, которые для нас придумывают. Да, вы и есть закон. Вы делайте так, как считаете нужным. Вас ничто не должно останавливать, если вы это делаете в своих интересах. Идите, представители, нужно там бумажку, они любят бумажку. Ну, сделайте нотариальную бумажку, что вот не отпускайте своего ребёнка туда. Ни в коем случае. Нужно будет уехать. Уезжайте там временно, там куда-то. Понимаете, лучше остаться живым человеком. Ну, да, да. Конечно, я с таким скандалом, кипишем прорвалась туда, там жалоб всяких понаписала. Даже не знаю, что я там писала, честно говоря, не помню. Но всё зарегистрировала. Ну, думаю, хоть бред, да написала. Не важно, не важно. Ну, а что, психуешь, не можешь собраться, скопирироваться? И ещё, значит, получается, я, значит, что у них затребовала? Чтобы они мне предоставили полностью копию его личного дела, от корки до корки сфотканного, заверили её и предоставили. И вот они мне тоже ответ прислали, что якобы то, что я написала. Ну, действительно, видимо, надо было, чтобы он писал и подписывал, так как ему 18 лет есть. Вот я хочу его заставить, чтобы он написал, потому что он у меня, по идее, это с 2008 года стоит на учёте с почками. Не знаю, сейчас, конечно, это прокатывает, не прокатывает. Но чтобы именно эти документы были в деле. Потому что мне вот мама звонила, мальчика тоже вот ревела, я вот ей посоветовала так же, как я, вот написать, чтобы он заявление вот это написал, чтобы они там вот это вот всё посмотрели, что в дело приложено. Потому что они документы медицинские не прикладывают сейчас в дело. Они сейчас у них тут все годные, а у нас тут вон сплошь и рядом, одного за одним он всех грибут. Да это всё понятно. Поэтому вы должны, невзирая ни на что, рвать и метать. Делать всё, как угодно. Всё, что угодно, чтобы ваш ребёнок остался жив. Всё, не имеет никакого значения, как там о вас подумать, что там, то правильно, неправильно, по закону, не по закону. Надо драться, будете драться. Будете глаза царапать этому полковнику или кто там будет. Не важно. Не важно. Так он от меня убежал, он даже не сказал, кто он. Потом я кое-как выяснил его фамилию, там вообще, честно говоря, даже и не помню, кто в белом костюмчике там стоял один, руководил всеми. Я говорю, да что вы говорите, сейчас полицию вызову, будем разбираться с вами. Ну ничего, с боем прорвалась. Ну, конечно, на меня как на идиотку смотрели. Но мне самое главное, чтобы мои права были, а то, что как обо мне подумать, мне, честно говоря, плевать. Смотрите, вот есть наглядный пример из жизни, да, из природы. Как кошка защищает своих котят. Вообще, как животные защищают своё потомство и тому подобное. Да оно будет, на кого угодно будет бросаться. Оно до последней капли жизни будет бороться. Вы понимаете, что, ну, даже животные защищают своих детей, вот этого всего. Так мы что, хуже животных, что ли? Почему мы своих детей отдаём на убой? Ага, то я прав тоже. Почему мы потом сидим и оправдываем, ищем какие-то там заученные фразы из зомбоящиков и тому подобное? Почему мы это сделали? Вот моё личное убеждение, если человек не хочет этого делать, да никто ему насильно автомат в руки не даст. Ну, никто. Это в любом случае его выбор, понимаете? О, исключите, да? Да, там деньги, документы. А, сейчас. Блин, Владимир, вот это, ребята вас просят, они там работу свою доделывали. Хорошо, ну, Ланька, давайте тогда закончим разговор. По поводу решения, я думаю, вы поняли. Если что, чуть попозже, тогда перезвоните. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok